Вот так археологами и становятся. Копнешь под своими окнами, чтобы подключиться к трубопроводу, а тут тебе старинные боевые топорики или, скажем, украшения, пролежавшие в земле более тысячи лет. Зашел Виктор Разин к соседке, а у той на столе позеленевшие от времени предметы. Копание ямы перед ее домом тоже превратилось в археологический раскоп древнего могильника. У меня это внук выкопал. Я говорю, это надо в музей. На другой день мы это все перефотографировали для себя, для своей истории. На наше счастье есть еще сознательные люди, которые осознают эту большую историческую ценность такого рода находок, издают их в музей. Но в основном население, конечно, не осознает. И вот много выбрасывает вещей. В Меленковском музее ахнули. Целый спиралевидный браслет из бронзы хорошей сохранности. Браслет с орнаментом, бусы, серебряный перстень и нагрудная бляха, похожие на те, что были найдены в том же Урваново, хранящиеся ныне на Красной площади в историческом музее. Есть вещи совершенно уникальные. Шумящая костяная привеска с орнаментом. Эх ты, ёлки-палки. Эх ты, ёлки-палки. Чего же они костяные? Какая прелесть. Это же кость. Владелицей этой роскоши была из финно-угорского племени Мурама и жила на селище близ современного Урванова в 9 или 10 веке нашей эры. Скелет в урвановском песке не сохранился. Но, судя по всему, женщина была уже не молодой. То есть все вещи, которые укладывались в могилу, они накапливались в течение всей жизни. Чем больше вещей уложено в могилу, тем старше человек умершел. Племя Мурама своих умерших хоронило головой на север. Над могилой курганов не насыпало и ничем другим их не обозначало. Поэтому находка жителей Урваново – огромная удача. То, что в селе был большой могильник Мурамы, ученые знали еще с конца 19 века и даже производили раскопки. Но потом это место застроили частными домами, закатали в асфальт. Археологам развернуться пространства мало. Мало и госфинансирование. А земля здесь, как показывают находки, отдала еще не все свои тайны. В идеале это необходимо делать. Но, опять-таки, не хватает людей, не хватает возможностей и не хватает, может быть, взаимопонимания с местными жителями. В идеале необходимы раскопки, конечно. У нас исследуются только города. Там, где ведутся строительные работы. То есть сельская местность, она исключена из области археологии. И это очень страшно. Там, куда не доходит археология, доходят черные копатели. В Урваново, по словам местных жителей, уже кто-то ходил по домам и спрашивал, не находили ли люди что-нибудь интересное в своих огородах. Дмитрий Артюх, Александр Мажаров, ТВ6, Владимир.